Открытие этого гемодиализного центра в Ливнах дало шанс многим пациентам, страдающим почечной недостаточностью. Для ливенцев это возможность прежде всего сэкономить на транспортных расходах, подчеркнул зампред правительства по социальной политике Сергей Ступин. Событие важно не только для Ливен, для Ливенского района, для соседних районов. И больные, которые страдают почечной недостаточностью, теперь им нет необходимости совершать эти поездки три раза в неделю в город. Они могут получать эту услугу здесь. Гемодиализный центр в нашем регионе второй, а в России 23-й, который открывает компания Nefroline. Обращение на проблему почек сегодня весьма важно, отметил бывший главврач Ливенской ЦРБ, а ныне председатель комитета по здравоохранению в областном совете Анатолий Крючков. К сожалению, будут расти с учетом постарения населения, с учетом распространения атеросклероза, сахарного диабета, что также является одним из причин роста этой патологии. Ну и то, что вообще группа больных нефрологических будет присмотрена в кавычках, это тоже будет большой плюс в оказании специализированной помощи. Это действительно приближение доступности высококачественной, высокотехнологичной помощи пациентам нефрологического профиля. Это решение целого ряда проблем. Да и пациенты отмечают, Ливенский центр получился на уровне. Он не хуже, чем в Адлете? Нет. Бюджетных средств на строительство и открытие данного центра не было затрачено, а общий объем инвестиций превысил 80 миллионов рублей. Здесь есть два гемодиализных зала, японское оборудование и самая современная система очистки воды. Центр работает всего несколько дней, а медицинскую помощь получили уже более полусотни ливенцев. В год таких процедур будет почти 7,5 тысяч, заверяют медики. Получать ее смогут и пациенты из соседних регионов. Виктория Юркова при содействии телекомпании Принт-ТВ. Телеканал Первый областной.